здравствуйте товарищи с вами сет и эта игра faster than light да второй заход мой ну на запись во всяком случае так то он уже пятый на этот раз мы возьмем корабль кестрел не знаю что за кестрел это будет называться норманди sr 3 потому что sr 0 sr 1 2 я уже угробил вообще конечно больше стелс корабль который следующий подходит под нормандию потому что она была стелс кораблем все такое но как-то не выходит не вышло у меня с ним в первом же секторе я загнулся вот такая вот ерундовина а этот на этом я прошел до восьмого сектора но мне конкретно не фартило на оружие я вначале получил неплохую пушку но в итоге она оказалась бесполезно против щитов а щиты мне пробивать оказалось нечем вот такая вот ирония команду я уже переименовал да я никчемный мудак который сам не может ничего интересного придумать поэтому я сорвался из масс эффекта типа вау космическая тематика там космическая тематика тут джокер все правильно джокер за пультом талии на щитах и гарус на пушке это логично несмотря на то что все они люди а из этих всех только джокер должен быть человеком но как я уже сказал я мудак мне можно спуститься выяснить в чем дело вы обнаружили колонию которая недавно подверглась нападению в живых остался один поселенец вы поднимаете его на борт предложить место в команде чарли отличный ухты кто это 150 здоровья стрит какой он бой у меня таких не было еще в той игре слушайте так что за раз то такая экипаж рок я вообще мало иммунитет к огню передвигается вдвое медленнее здоровье увеличено 50 процентов слушайте так он типа пожары клево чинит встречается редко и славится своей стойкостью то есть они клевые солдаты отлично то есть если меня будут брать на абордаж у меня есть кому постоять за мою за мой экипаж но к сожалению я вот сейчас как мудак абсолютный виду в саму дальнюю часть корабля и если будут захватчики то я не знаю он будет очень долго идти отсюда может быть все таки из калибровку клику нет это гарус он должен калибровать оружие все калибрейте никаких изменений метеоритный пояс продолжить так ну что ж давайте посмотрим у нас есть ракеты и лазеры естественно ракетами мы с не все слушайте что очень долго они все заряжаются вот так вот мы сделаем а что быстрее зарядиться не знаете надо отменить запуск лазеров потому что первая должна ракета полететь и снести вот щитов нету и лазер такой бым-бым-бым и оружие у них тоже нету все ракеты можно в принципе уже не юзать ничего у него нету по сути но все равно из астероидного польза пояса нужно сматываться потому что астероиды ну ёп твою мать вы посмотрите бедный джокер слушайте мне это напоминает уже события 2 масс эффекта так слушайте на что это это пиздец ладно ты не стоит тут не будешь ничего тушить избавимся от огня таким методом все сейчас кислород а вот вообще него в астероидном поясе вот вообще не не круто это все ну помаленьку как мы видим все огонь потушили она система дверей сломалась и на благо я могу к ней пройти чинись о система дверей для ту не попал бы сейчас метеорит по моей заднице ему по идее а а конечно блять система дверей теперь мне нужно а я не не могут починить ладно сейчас 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 мы я не могу открыть я не могу короче я приговорил себя посмотрите я не могу починить двери и я не могу закрыть шлюзы я не могу идти в мед отсек так ты а как у тебя с воздухом ты к огню иммунитет у тебя а с воздухом тебе чё нормально нет блин и чинит он конечно медленно значит главную систему дверей почините да но у него хп много по крайней мере система дверек все починили уходи закрываем шлюзы вот ведь и решил у меня ветерок в команде почему я решил именно блин так сэтовать слушайте но один астероид и им обоим придет большой килдик так ну и ты тоже иди хильси да благо я выбрался ну чисто игра рандома то есть вот какова вероятность того что именно астероиды все дела вот попал я в астероидный пояс и именно вот сюда он баба бандбанул все загорелось и естественно один человек не мог это все потушить и один этот я думаю тоже не потушил бы это все давайте заряжаем ftl привод и упрыгиваем отсюда нафиг надеюсь не в очередной астероидный пояс нет но здесь у нас корабль атаковать пиратский корабль конечно лишь пираты а я не прокачался ни хера сейчас еще не прокачал себе так как всегда ракету щиты авто огонь в этом случае лучше отключать потому что когда есть ракета он будет их просто бесцельно шмалять а это может плохо кончится попади вот так так похоже они не хотят сражаться и пытаются скрыться то пошли они нахер так а собственно что мне делать если сейчас промажешь благо он не промазал слушайте кислород где-то уходит надо чинить то или ну-ка почини к должна справиться нет кислород не уходит нигде гарус чини пушки так сделал улететь он по крайней мере не сможет уже хорошо иди на щиты вот теперь кислороду жопа ладно гарус может и кислород у нас так значит нужно улучшить сенсоры по-любому ну и пока все что-то начало если честно не очень благополучно и я бы сказал пахелься пока хорошо талии рядом с медотсеком и ты эти пахелься начало то так себе в общем-то нужен еще член экипажа совершаем прыжок в туманность я не пойду ничего меня тут и не в туманности то выносят здрасте ваш коммуникатор получает приветствие соседнего корабля наши оружейные системы неисправны и слишком боимся пиратов чтобы отправиться домой без помощи вы можете сопроводить нас окей отлично возьмите этот топливов как аванс из указатель квеста квест тут надо всего три прыжка сделать окей сделаем ничего интересного сюда квеста потом сразу на выход пойдем а стероидный пояс вот это уже не круто с астероидным поясом то шутки плохи может хер с ним с щитом попробуем сначала лишить их оружие но я боюсь то что они все равно успеют стрельнуть как минимум один раз вот если бы астероиды сыграли сейчас мою сторону ну да конечно в мою сторону где ракета блять ну заебись конечно стероиды играет мою сторону по-моему эта игра троллит меня уровень сложности низкий и че такое ощущение как будто вообще так все ну теперь он точно не выживет поэтому мы сделаем вот так да пошел он со своим ftl привода ну ладно стрель на всякий случай сюда но он не успеет вообще разнес да щиты надо по-любому улучшать что за квест дадите лом детали дрона топлива так щиты улучшим на 2 сразу же 2 энергии сделаем ну можно и двери все равно откладывать не имеет смысла все равно их придется улучшать хотя есть только до магазина дотянуть может там чуть-чуть не будет что-то я сильно сомневаюсь сразу вот так вот сделаем два счета уже поприятнее бедствия я успею конечно на этот сигнал бедствия но мне придется потом возвращаться хотя топлива много в принципе вмешаться и защитить о стелс я не понимаю что мешает зарядить оружие вот и все что мешает заряжать оружие когда он в стелсе мыши заряжаем мы же не нацеливаемся хотя хер его знает может и нацеливаемся давайте до бедствия можно до единички опустить хп маленький гражданский корабль но не что у них отгрузили немного топлива орудие ионная бомба ну слушайте ну ладно ионная бомба ее продашь продам дороже чем топлива что не страшно так ну посмотрим если я сейчас во второй во втором секторе нормально раскачаюсь более менее найду хорошее оружие то можно будет потом в туманность пойти магазин так 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 думаете успею раз два три четыре пять нет в пять прыжков я боюсь то что повстанцы нас нагонят слишком маскировка управление дронами телепортер нет ничего вообще ничего путнего да вы издеваетесь чем вам продать ионная бомба да не люблю идти ионные бомбы хрень полная хотя вот управление дронами вот был бы у вас атакующий дрон это мощная штука конечно но и на нее еще даже ресурсы тратить нет чини меня чини меня полностью а на корабле мы улучшим двери потому что второй сектор скоро начнут брать на абордаж и мне тогда будет не очень приятно хотя у меня есть один рог должно быть попроще ебать вот те и брать на абордаж умрите сучки да у вас сейчас кислород кончается вы еще и систему подачи кислорода сломаете видите чем мне нравится этот корабль они только прорвали защиту тут же я могу сделать вот так сейчас они пробьют оп ой а нет лучше не выключать пока так дверь вот меня бесит иногда то что двери здесь сами закрываются так иди отсюда рог с ними справиться он даже не успеет пробить ну и все ну слушайте ну их много довольно мантисы они довольно опасные в принципе много бьют и на абордаж и не хорошо конечно рок помощнее будет но гарус нет вот гарус и чини это свое без пушек не имеет смысла наверно в бой прыгать ну бля когда так вышло то что они на абордаж брали все равно ячейку хп у меня отняли вот я не знал даже что такое говно бывает но как оказалось бывает ну давай чини чини попрыгали дальше в принципе можно и так помочь гражданскому кораблю ну естественно телепортера нет нет ракета сюда сюда не очень мне на самом деле вооружение этого корабля нравится ну то есть хрен его знает вот сейчас он зарядит быстрее чем я да он успел все таки в мед отсек жахнуть вот такая вот непруха вот и все давай только не говори что он успеет щит восстановить нет все в порядке свяжаться с гражданским получить больше награды они оба чинить буду они оба чинят отлично ну хотя это маленький довольно мед отсек он такой так себе бедствие давайте на бедстве мы еще успеваем уничтожить систему защиты с расстояния оставить их давайте не знаю чем можно было оставить их чё бы это не дало кажется этот астероиды сейчас будут нет нет принять сторону беглеца атаковать корабль инжи молодой в мантис в обугленной форме телепортируется на корабль он просит убежище от инжи и пред лагает служить вам в обмен на защиту инжи отследили сигнал телепорта и предлагают сделку в обмен на заключена нет я хочу оставить себе этот вот мерзкий инжи посмотрите на них а мантис он вон он мне поможет он будет вот здесь пока этот не успел еще сильно раскачать хотя мантис слушайте ну у меня неплохая такая команда собирается значит ракета у нас отправится в щиты ага ракета никуда не отправляется ракета только заряжается у них тут дрончик опу дрон отключился и ракету в оружие запустили и лазеры в щиты пока у них дрон летает просто так и все в общем то дальше можно ракету даже не тратить просто снести их здесь конечно гарус сильно не облажается карус не облажался все три выстрела попали так ты все теперь ты в мед отсеке сидишь будешь доктор чак вас ну немножко не похоже но не важно на всякий случай сделаем вот так так непосещённое место логично непосещённое место логично и посещённое место логично слушайте мне до третьих щитов то только одно осталось прокачать может стоит да вы для дороги вы даже сами себя решили закрыть ну ладно вам же больше ломать дверей какие-то не лохи по моему они даже за этот нет за эту дверь пройдут а вот за это уже нет нет даже за эту не пройдут они тупые они пытаются систему кислорода ломать но у них самих кончается кислород нет дверь не закрывайся сломать не сломай дверь сама их сломали какие молодцы их тут мантис сейчас встретят пил 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 три полки у ищи вспышка туши иммунитет к огню а вот али плохой иммунитет к огню он типа прыгает на нем клево нет подождем пока кислород не думаю что это будет опасно попрыгал на огне и ну прикольно прикольно да и по хильсе всем надо прыгать отсюда пока снова вспышка не было непосещенное место да не очень если честно дрона нет нет щиты в орудии покатали хилится иди сюда похилилась уже чё у нее учится помаленьку люди как-то вообще медленно учатся так ну по крайней мере мантисы немедленно так все щиты они уже не успеют так вот так можно конечно было бы этим потушить без кислородным режимом нет не успею прыгнуть ну это точно уже тут сам бог велел без кислорода потушить ну что у нас тут то вы столько что были я же вас уже уничтожил и вы неугомонные ракетка д главное попади ракетка попала пим 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 оружие все все пучком вот так вот нет и выигрываем всех и вся но я правда никого еще не выиграл так хочу вот так и вот так и уже третий третий щиты нет хер бы там был а как так вышло он же показывал мне это ну это ну ладно кей опасность уже близка да что ж такое-то вам не надоело на меня нападать хотя вообще-то это их сектор логично что у них все корабли одинаковые по крайней мере у меня есть отличный тушитель пожара посмотрим что им подарить солнечная вспышка а у них все горит в общем-то как и у нас лом это конечно клево но я боюсь я не успею все это паш потушить до следующей вспышки да где-нибудь вот здесь или вот здесь здесь нет кислород конечно надо чтобы надо чтобы кислород именно взорвался ты ладно так бля это опасно слушайте без починенного кислорода чините рещи все нет иди ты нахер вспышка бедствием и не пойдем потому что там уже слишком опасно да ёп твою мать я ненавижу эту локацию ну давайте я думаю блин все корабли по одной схеме уничтожаем это неинтересно даже как-то вот оп 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 все ничего не не могут да давай вспышка чем обрадуешь на этот раз опять кислород ну ладно по крайней мере на этот раз не уничтожил что за мутаки живут в таких местах блин так вроде все нормально выход выход бедствие он топлива есть можно и на бедствие наконец-то хотя бы не с этими долбан попытаться выбить корабль выстрелив камни вы обнаружили несколько залпов на камень но начал дрожать и разваливаться без щитов пиратский корабль получает повреждений но в итоге выбирается они благодарят вас за помощь пиратский я только что спас пиратский корабль это я чуть прогадал так чёпы хп полный ты у тебя не полная у тебя не полный и у тебя не полный и у тебя не полный как быстро они хилятся слушать прям раз-два и готова ты ты можешь отсюда уйти тебя никто не любит тебя никто здесь не ждет о господи только не говорите что я не успею только не говорите мне что я не успею ну ёб твою мать что же за непруха то такая даже из первого сектора по-человечески не могу выбраться ладно смотрим мед отсек нам сейчас не нужен давайте щиты ну хотя бы раз попал вводи гарус я знаю гарус ты мудак ладно они нам вроде как ничего не смогут сделать как-то так нет в щиты стрелять будем я бы отправил в мед отсек но толку то от этого если он отключен у меня ну козлы ладно у меня есть свободный член экипажа вот в этом вот и прелесть когда у тебя большая команда есть пять человек я с тремя в тот раз прошел как вы помните и ничего так а нет это был нет блин ну я бы не сказал то что прям туманность лучше уж сектор пиратов в туманности по моему меня будут иметь сейчас мы починим сенсоры давай то ли помоги чинить сенсоры чё-то я не понял непонятно прыжок бедствие ну давайте посмотрим что у нас за бедствие но единственное что мне не нравится то что у меня ай блять конечно принять сигнал бедствия с сектора с пиратами логично так ладно у меня три слоя щита это охуел а где туши у меня сразу две утечки кислорода и пизда все минус один член экипажа минус второй член экипажа естественно минус 3 и можно сразу 4 отправлять до крайне неудачный заход я бы сказал очень неудачный заход что значит снова пробовать за инжи нас они же только одна тактика и он и пластер плюс дроиды надеяться на то что дроиды попробуйте с типом б ну блять и б по-моему это полное говно тут всего один один бляски человек ну конечно тут есть противопехотные ремонтник и но их постоянно надо юзать и постоянно будут тратиться детали по моему жопу в любом случае я сейчас сыграл хуже хованского наверное так что не знаю везло мне в те разы то что я прошел до восьмой это со второго из третьего раза даже с боссом повстречался или не везло но в любом случае в любом случае если вам по какой-то причине понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал оставляйте комментарии вступайте в группу вконтакте и ждите продолжения следующий раз полетим снова на корабле вот этих вот инжи да с вами был сэд до свидания